всем привет меня зовут марина и сегодня мы с вами разберем о г по истории за 2020 год не буду сразу вас томить а лучше расскажу о том что формат о г по истории сильно поменялся в 2020 году и выпускники этого года конечно будут писать совершенно отличную работу от выпускников 2019 года поэтому готовьтесь мужайтесь работать придется еще больше еще усерднее потому что честно говоря экзамен конечно стал несколько сложнее чем был до этого соответственно подготовка должна быть более упорной более тщательный и относиться теперь к г по истории нельзя как предмету как к экзамену где можно просто угадать варианты ответы или как-то на шару что-то правильно выбрать и что удача как-то вам поможет нет теперь вам нужны здесь конкретные знания которые значительно стали больше приближены к знаниям формата егэ в одиннадцатом классе так что мужайтесь готовьтесь давайте сегодня с вами разберем этот формат поехали и так сразу стоит отметить что работа теперь состоит из 21 задания задания с 1 по 14 это задание первой части там где вы заполняете бланки проверяет компьютер краткий ответ и все такое а задание с 15 по 21 относится ко второй части экзамена заполняются на отдельных бланках и является развернутыми ответами на некоторые вопросы поехали задание номер один здесь нам необходимо будет установить соответствие между событиями и годами всего идут три события и нужно подобрать два три года соответствующих этим событиям и так под буквой а у нас ледовое побоище ледовое побоище это конечно же 1242 год а борьба с крестоносцами александр невский б отмена крепостного права в россии конечно 1861 год александр второй эту дату необходимо знать и в принятие соборного уложения царя алексея михайловича 1649 год окончательное закрепощение крестьян таким образом у нас здесь будет последовательность 153 так и оформляем так и вписываем бланк переходим к заданию второму здесь нужно расположить хронологической последовательности исторические события и нужно записать цифры под которым будут обозначены эти события всего событий четыре и так избрание на царство михаил романова это 1613 год избрание на царство бориса годунова это 1598 год формирование второго земского ополчения значит здесь нас получается 1611 год и свержение уже дмитрия первого это 1606 будем расставлять хронологической последовательностью у нас получится 2431 таким образом здесь идут события все смутного времени и достаточно четко они смутно нужно представлять себе последовательность действий то есть видите разница в годах совсем небольшая поэтому нужно очень четко и точно представлять себе историю переходим к заданию третьему здесь нам нужно будет вписать термин на котором идет речь и так войны набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности введенной петром первым мы знаем что вводилась новая система набирания воинов в армии при петре это рекрутская повинность а соответственно войны назывались рекрутами тут все достаточно просто просто мы пишем рекруты переходим к заданию номер четыре какие из перечисленных городов были в 13 14 веках административными центрами русских земель с республиканской формой правления да очень важно республиканская форма правления напоминает о форме правления где власть передается не по наследству а выбирается то есть там где главное скорее всего был вечер и где князя призывали на службу заключали с ним договор то есть ряд данном случае нам подойдут два города известных это новгород и псков по цифрами 34 именно там была характерная республиканская форма правления и вечи это просто необходимо знать правильный ответ 34 переходим к пятому заданию здесь ниже приведен перечень терминов все они за исключением одного относятся к периоду с 1894 по 1914 год то есть это период правления николая второго но до первой мировой войны то есть нам нужно найти тот термин который не относится к этому периоду итак поехали октябристы октябристы относится к этому периоду партия октябристов появилась например в 1902 году кадеты кадеты тоже относятся их партия появляется в ходе первой российской революции 1905 году стачка уставочка достаточно движения рабочие стачки и забастовки тоже относится и ко времени 1 российской и до революции и к 90-м годам 19 века в общем это относится к этому периоду так как зарождается и развивается до достаточно и рабочее движение 4 петрашевцы петрашевцы конечно с не относится к этому периоду обязательно пересмотрите тему общественные движения второй четверти 19 века николаевской эпохи именно там вы встретитесь петра шевцами 5 петиция петиция относится к этому периоду с этого напомню начинается первая российская революция с того что гапон ведет рабочих к зимнему дворцу до того чтобы отдать петицию николаю второму но это толпу расстреливают это мы называем кровавым воскресеньем с этом начинается первая российская революция в 1905 году до 9 января соответственно здесь не подходит ответ по цифре 4 до петрашевцы выбывают из этого перечня это и будет являться правильным ответом 4 переходим к заданию шестому тут нужно прочитать четыре предложения два из них являются тезисами и скобочках на все-таки комментирует что есть тезис это положение которое требует аргументации то есть некоторое положение которое необходимо дальнейшем саргументировать объяснить другие два содержит факты которые могут послужить для аргументации этих тезисов то есть это уже объяснение мне кажется что конечно этим заданием девятиклассников готовят к решению двадцать четвертого задания в егэ по истории кто еще не знают что это такое мужайтесь вы все узнаете как будет задавать иго и так давайте прочитаем с вами эти предложения значит при иване четвертом россия вела активную внешнюю политику восточном направлении ну это у нас скорее все-таки тезис да не жили какой-то факт да то есть тезис то что ввела активную внешнюю политику а что конкретно никакой конкретики мы здесь не видим только вот положение которое можно дальше аргументировать уточнять и объяснять давайте второе с вами прочитаем политика опричнина проводимая иваном четвертом была губительна для страны но опять-таки была губительна это несколько такое оценочное суждение некий тезис она была губительна а дальше мы должны каким-то образом подтвердить или опровергнуть объяснить чем она конкретно была губительна поэтому мне кажется что это тоже тезис давайте третье посмотрю многие центральные уезды россии были разорены вот это у нас как раз факт который подтверждает тезис под цифрой 2 то что многие центральные уезды россии были разорены это подтверждает что политика опричнина была губительна для страны согласитесь а 4 русские войска взяли казань это подтверждает тот тот тезис что россия вела активную внешнюю политику восточном направлении понимается да поэтому у нас получается тезис 1 это по цифре 1 факт 1 это по цифре 4 тезис 2 по цифре 2 и факт 2 по цифре 3 получается последователь 1423 привет меня зовут андрей стерляткин я основатель годографа и проекта 80 баллов если тебе нравятся наши видео это как мы объясняем материал но не хватает дисциплины и личного общения с преподавателем то переходи по ссылке и записывайся на наши бесплатные уроки тебя ждет очень высокий балл на экзаменах чай кофе и печеньки удачи давайте перейдем к седьмому заданию седьмое задание это всегда работа с какой-то статистической информации со статистическими таблицами а значит используя данные этой таблицы завершите представленные ниже суждения соотнеся их начало и варианты завершения здесь инвестиции различных стран в экономику в миллионах рублей франция англия германия восьмидесятом и в девяностом годах девятнадцатого века давайте начало суждения и варианты завершения с вами тут посмотрим тут просто банальная логика банальная внимательность прочитать таблицу поехали согласно данной таблице к 1890 году преобладающим в экономике россии стали и тут получается мы смотрим на 90 год и тут учатся германские инвестиции ведь и германия 79 миллионов то время как англии только 35 а франция 66 и 6 поэтому тут варианты завершения это германские инвестиции до преобладающими стали германские инвестиции теперь бы согласно данной таблице концу девятнадцатого века иностранные инвестиции в российскую экономику тут наверное увеличились или сократились до что с ним произошло но явно мы видим по таблице что увеличились да по цифре 1 но то что видите франции было 31 стал 66 англии было 30 стало 35 германии было 29 осталось 79 и в согласно данной таблице наиболее слабо динамика в конце девятнадцатого века характеризовалась до какие инвестициях развелся более слабой динамикой здесь наверное вы согласитесь что английские инвестиции потому что всего лишь на 5 миллионов рублей в то время как у франции больше чем на 30 а у германии около 50 миллионов до разница поэтому англии самые такие скромные слабая динамика рост этих инвестиций таким образом здесь получается ответ под цифрами 213 переходим к заданию восьмому ну вообще мы здесь рассмотрим что здесь идет блок заданий 8 9 10 и все эти задания будут относиться к карте теперь мы максимально внимательно с вами работаем с картами география также как и для сдающих егэ теперь и у грешником крайне необходимо все теперь уже ножки не свести и отдыхать не сможете давайте посмотрим на карту что мы здесь видим эти карты кстати многие перекочевали мне из игры то есть например это типичная егэшная карта вот я на нее смотрю мне сразу понятно что такое но давайте разберемся мы здесь видим из княжества московского идут куда-то стрелки идут стрелки из золотой орды до встречаются они где циферка 4 у нас обозначена видите там где река не прядва она подписана впадают другую реку подписанную дон и мы конечно же с вами значит там за не прядва впадает в дон произошла куликовская битва в 1380 году теперь я думаю мы готовы выполнять с вами задание 8 укажите век когда произошли события обозначенные на схеме но мы с вами знаем 1380 значит это 14 век и мы с вами записываем слово 14 словом от 14 никаких не арабских цифр не римских цифр это все компьютер проверять не будет только словом 14 переходим к девятому заданию назовите военачальника командующего войском поход который обозначен легенде схемы цифры 5 5 этот черные стрелки видите те которые идут с юга золотой орды ну и мы знаем что на кульковом поле встретились с войсками мамая соответственно правильный ответ мамай теперь перейдем к десятому заданию почитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру обозначающую на схеме город название которого пропущено в данном отрывке и так московский князь призвал всех головы свои положить за землю русскую местом сбора русских войск был назначен город мы должны с вами знать что городом который бы стал дизайн и местом сбора русских войск где объединялись русские войска против монголов а это город коломна и здесь на схеме мы видим что этот город у нас по цифре 2 соответственно мы заставляем не название города как от нас требует здесь вставляем цифру и здесь будет цифра 2 а теперь перейдем к разбору 11 задания 11 задание сюда связано с разбором иллюстративного материала данном случае мы видим монету внимательно ее рассмотрим внимательно рассмотрим всю информацию представлены на этой монете и так мы видим здесь елизавета первая до императрица мы видим год издания монеты 1755 год так что в общем определенную информацию мы с вами получили до едет первое нельзя это петровна и видим 1755 год издание монеты и нас тут спрашивают то есть перечисленного относится к тому же десятилетию когда была выпущена данная монета то есть десятилетие 1750-е годы нужно выбрать только одно суждение значит вступление россии в семилетнюю войну но это как раз нам и подойдет да потому что россия вступила в семилетнюю войну в 1757 году поэтому это уже сразу нас правильный ответ но давайте проверим остальные деятельность верховного тайного совета верховный тайный совет до появился в двадцать шестом году после смерти петра первого и анна иоанновна разорвала когда кондиции тогда верховный тайный совет прекратил свое существование значит 1730 году то есть недолго существовал в двадцатые годы 3 издание жал на грамоте дворянство жал на грамоте дворянство это екатерина старая 1785 год восьмидесятый год не подходит 3 раздел речи посполитой раздел речи посполитой а это тоже екатерина вторая и 3 раздел речи посполитой это вообще 1795 год соответственно вообще 90-е годы поэтому действительно вступление россии в семилетнюю войну в 1757 году как раз 50-е когда и было издана эта монета то есть правильный ответ по цифре 1 переходим к заданию 12 нужно заполнить пропуск схеме значит программные документы декабристов с одной стороны русская правда а с другой стороны у муравьёва конституция но мы знаем муравьёв конституции это северное общество а пестель и русская правда это у нас а южное общество муравьёв конституция северная и пестель русская правда южная таким образом здесь пропуск мы просто вставляем пишем фамилию пестель и переходим к заданию 13 и 14 тут смотрите какая особенность у нас тут есть несколько вариантов эти первые три это просто название произведений а 45 это иллюстрации да что интересно давайте она разберемся с каждым хождение за три моря напомню афанасий никитин про путешествие тверского купца афанасий никитина в индию а это произведение 15 века история великом князе московском автор курбский написан в 16 веке третье слово законе и благодати это митрополит иларион современник ярослава мудрого значит век 11 по цифре четыре нам нужно знать памятники поэтому работаем с карточками по культуре обязательно это церковь покровальной нырли созданы в двенадцатом веке по владимиросуздальской земле под владимиром а при андре боголюбском и по цифре 5 мы видим покровский собор или собор покрова что нырву или известный храм василия блаженного который на красной площади находится он был возник в шестнадцатом веке в честь зятя казани а при его не грозным соответственно возможные мастера кто является архитекторами создателями этого собора это два мастера барма и постник теперь давайте обратимся к заданиям 13 какие из приведенных памятников культуры были созданы в шестнадцатом веке нам здесь подойдет история великом князе московском и под 5 собор покрова что нырву ответ 25 по цифре 14 задание а создателем какого из приведенных памятника культуре является митрополит иларион а здесь мы уже сказали это слово о законе и благодати митрополита илариона по цифре 3 14 задание правильный ответ 3 и